8 августа в Твери на базе роддома номер один в рамках всероссийского проекта детства безопасности прошла пресс-конференция старт тренингов по профилактике детского дорожного травматизма. К диалогу пригласили представители сферы здравоохранения, госавтоинспекции, дорожного хозяйства, уполномоченного по правам ребенка. Участники мероприятия рассказали о ситуации по детскому травматизму на дорогах и причинах, которые приводят к печальным последствиям. Подробнее Наталья Чекет. Зачастую взрослые не знают, как правильно перевозить маленьких пассажиров в своих автомобилях. Даже имея богатый опыт в вождении в случае критической ситуации, водитель теряется и не может быстро реагировать на дороги. Говорят, что за рулем они не первый год и способны предусмотреть и предотвратить любую дорожно-транспортную ситуацию. Но это не так. И мы боремся с этими сложившимися стереотипами, мифами. Программа проекта «Движение безопасности» включает в себя формирование культуры вождения, правила использования детских удерживающих устройств и повышение информированности молодых родителей о способах обеспечения безопасности детей-пассажиров. Тренинги планируется проводить для будущих родителей на базе роддома номер один. Врачи расскажут, как устанавливать и использовать сертифицированные детские автокресла, как соблюдать детский режим на дороге, а также обучат правилам перехода проезжей части с коляской. С удовольствием решили помочь, если такая необходимость есть. Мы подготовили наши кадры вместе с коллегами из ГАИ и будем проводить спокойно, уравновешенно подготовку матерей, в первую очередь наших будущих мам, чтобы они понимали, как надо заботиться о своих детях на дороге. Организаторы проекта надеются, что отношение к безопасности ребенка в дороге поменяется. В перспективе планируется проводить обучающие тренинги для молодых мам и в других родильных домах и перинатальном центре. В дальнейшем мы, конечно, планируем развитие проекта детства безопасности на нашей территории. В следующем году, я думаю, что мы продолжим его внедрение уже на базе областного перинатального центра имени Бакунина. Исполняющий обязанности начальника ГИБДД по Тверской области Андрей Григорьев рассказал, что по статистике травму дети получают из-за халатности водителей, а также из-за отсутствия автокресел в машине. Из тех ребятишек, которые у нас пострадали в качестве пассажиров, 10% перевозились вообще без детских удерживающих устройств. Эта статистика примерно одинакова по территории Российской Федерации. То есть вот эти 10% детей, а это порядка 15-17 человек в нашем регионе, они могли бы вообще быть здоровы полностью и в ДТП не пострадать, если бы перевозились детских удерживающих устройств. Во время конференции Лариса Масалыгина, уполномоченной по правам ребенка Тверской области, напомнила об ответственности родителей, если они оставляют в машине одного малыша, а сами отлучаются на некоторое время. Когда вроде бы хотят из лучших побуждений не трогать малыша, да, пусть поспит, мы же быстро. А в итоге получается вот такая вот не самая радостная, трагическая ситуация. Отметим, что в России проект по профилактике детского дорожного травматизма на базе перинатальных центров и родильных домов реализуется с июня 2019 года. В прошлом году тренинги детства безопасности стартовали в 30 регионах. В 2020 году проекта хватило 35 субъектов, в том числе и Тверскую область. Проводимые мероприятия демонстрируют положительную динамику в регионах, где проводятся эти программы. Количество ДТП с участием детей сократилось в разы. Продолжение следует...